С 26 июля по 4 августа на территории Жамбулской области прошли учебные сборы по организации территориальной обороны с участием сотни военно-обязанных. Заключительным этапом подготовки подразделений является тактика специального учения Курдай-2023. В церемонии закрытия учений принял участие Аким Жамбулской области Нуржан Нуржигитов. О рабочей поездке главы региона в Курдайский район расскажем далее. Курдайский район. Письмами Акима области за активное участие. Нуржан Нуржигитов ознакомился с состоянием объектов военной инфраструктуры. Глава региона поручил подготовить рекомендации ответственным лицам по улучшению состояния данных объектов. Также в ходе рабочей поездки в Курдайский район Аким Жамбулской области Нуржан Нуржигитов посетил новое здание районного отдела ЦОНА. Центр обслуживания населения, который заработал в 2007 году, раньше располагался в небольшом здании. По просьбе жителей в прошлом году началось строительство нового здания. Председатель правления Некоммерческого акционерного общества Государственная корпорация правительства для граждан Суиниш Абдильдин провел экскурсию по центру и поблагодарил руководство области за поддержку. Новое и просторное здание разделено на пять секторов, оснащенных современной техникой. Зона скорости, зона для получения услуг социального блока, зона контакта, зона комфорта, зона самообслуживания. Созданы условия для оказания услуг лицам с ограниченными возможностями. Новый цифровой офис населения смогут посещать около полутора тысяч клиентов в день. Нуржан Нуржигитов в Курдайском районе осмотрел канал, построенный в целях решения проблем дефицита поливной воды в селах Сарыбулак и Кайнар. Вода в канал поступает из Ирги-Шу. Канал протяженностью 1,7 километров будет обеспечивать поливной водой более тысячи орошаемых земель шести крестьянских хозяйств. В селе Кайнар Акиму области представили проект по строительству нового ирригационного объекта, который позволит гарантированно обеспечить 3800 гектаров орошаемых земель. Проектная стоимость 2,8 миллиардов тенге. В рамках проекта планируется построить три насосных станции, проложить 8 километров водопровода. Аким области отметил важность проекта и поручил подрядчику своевременно сдать объект. Валихан Толгатов, Айконакпарад.